Девушки отдыхают Ну, прежде всего, вопрос сначала к нашим экспертам Ине и Алине, а если у них будут затруднения, то и ко всем остальным. А зачем написана книга «Бытие»? Цель большая книги «Бытие» — это что? Ну, для начала «Бытие» — это первая книга Библии, а значит, Бог хотел именно через «Бытие» показать людям самые главные аспекты. Самые главные аспекты чего? Бытия. Бытия. Так, хорошо, а конкретнее. «Бытие» по-еврейски, кто помнит, как называется? Брашид. В начале. Значит, да, как все началось, как все, что называется, стало быть, почему израильский народ живет так, как складывались отношения между Богом и его народом. И вы совершенно правы, когда говорите о том, что Бог хотел показать людям самую установку, дать установку в хорошем смысле, да, дать изначальные аспекты, то, с чего все начинается. Скажите, пожалуйста, вот такой простенький вопросик. У Авраама сколько сыновей? У Авраама. Два. А имена? Исаак и Измаил. Так. Какие между ними отношения? Между сыновьями? Да, между сыновьями. Забавные, однако, отношения. Одного там и знали с мамой, с Агарию. Да, а один оказался любимым, другой отверженным. Но отношения с ними не очень описаны в Библии. Отношения конкретно между ними не очень описаны в Библии. Отношения между ними и между их потомками сейчас отзываются в каждом выпуске новостей. Ну да. По полной программе на протяжении уже многих лет. Это мы уже выводы делаем. Да, это уже наши выводы. Так, два сыновья, один любимый, другой не очень. Хорошо, идем дальше. У Исаака сколько сыновей? У Исаака. Тоже два. Какие? Яков и... Яков и Исаак. Да, какие отношения между ними? Тоже натянутые. Тоже натянутые, хотя потом происходит примирение. Один любимый, другой не очень. Один избранный, другой не очень. Но вот тот сын, который не очень любимый, Исаак, он, как вы помните, проявляет благодушие. Он мог совершенно спокойно укокошить Якова со всей его семьи, со всем его семейством. Но этого не сделал. Хорошо. Доходим до Якова. У Якова сколько жен? Ага. Жен или наложен? Жен. Только жен. Только жен. А как он в такую влип? Вот он в двоих влюбился, что ли? Ли и Рахиль. Он просто влип. Он просто влип. Он просто... Да. Он просто влип. Вот. Интересно будет потом, что Иосиф, попав в Египет, не позволит себе просто влипнуть. Вы помните, как у Иосифа была ситуация, когда он мог просто влипнуть? А в Египте. Он этого не сделал. Он не позволил себе просто влипнуть. Жена Патифара. Вот. А что произошло с Иудой в 28 главе? Он влип. Он просто влип. Он отправил Иосифа. Понимаете, штука-то какая. Да. Он отправил Иосифа подальше, и все вроде бы избавились, и все в порядке. Но сравните, пожалуйста, кстати, две аналогичные ситуации. В 38 главе в центре этой ситуации находится Иуда. В 39 главе в центре аналогичной ситуации находится Иосиф. Кто из них влип? Иуда. Иуда. Совершенно верно. Но к этому мы придем еще через некоторое время. Вот вам разница между братьями. Потом они окажутся в похожих ситуациях. Опять в похожих ситуациях. Но и вести себя будет по-другому. Давайте теперь вернемся к тому месту священного писания, о котором вы не сказали. К 29 главе. 29 глава книги Бытие. Значит, две жены. Одна любимая, другая нет. 29 глава, 31 стих. Давайте, вот кто-то из вас, Алина или Инна, начните, пожалуйста, читать. И этот и следующий стих я остановлю. Хорошо. Господь узрел, что Лия была нелюбима, и отрез утребу ее. Арахиль была неплодна. Лия зачала и родила сына, и нарекла ему имя Рувим. Потому что сказала она, Господь презрел на мое бедствие, ибо теперь будет любить меня муж мой. Скажите, пожалуйста, вот Рувим, первый сын нелюбимой жены, но первый сын, а какое потом участие в судьбе Иосифа проявит этот самый Рувим? Ну, Рувим был самым благородным из них. То есть, не... В ту роковую ситуацию, потом об этом вспомнит в Египте, скажет, говорил же я вам. Значит, Рувим окажется, в общем, на особым месте. Идем дальше. И зачала опять, и родила сына, и сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего, и нарекла ему имя Симеон. Симеон, какую суть, какую будет... Ну, самую решающую. Какую? Ну, потому что именно он был самым главным в убийстве, заговорщиком в убийстве Иосифа. Уверены? Ну, да, потому что говорится, что именно Симеона Иосиф оставил в Египте. Поэтому, как бы, если делать аналогию, получается, он был... Нет, мы напрямую знаем только одно, насколько я понимаю, что Симеона он оставил в Египте, потому что до этого не сказано. Если сказано, исправьте меня, пожалуйста. Но, по-моему, до этого не сказано, что именно Симеон предложил. То, что... Либо Симеон, либо Левия. Да, предполагаю, да. Вот, но мы точно можем судить, что именно Симеон был оставлен в Египте потом. Хорошо, дальше. «И зачала еще, и родила сына, и сказала, теперь-то прилепился ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сыновей, и от всего наречено ему имя Левий». Зачем рожала... Причем она это повторяет трижды. Зачем рожала Лия? Чего она хотела добиться? Ну, она хотела увидеть благосклонность мужа. Первенство добиться. Да, первенство добиться, любви мужа добиться. Вот, чтобы теперь меня мой муж заметил. Смотрите, сколько я ему сыновей приношу. Сколько я сыновей ему рожаю. Сейчас у нас в таком виде, конечно, этого нет. Вот, жена плодородная, это та, которая рожает много-много мальчиков. Но, кстати говоря, даже сейчас вот есть этот момент, когда один из супругов пытается удержать другого или добиться благосклонности другого через детей. А вот следующий стих, следующий ребенок. Читаем. «И еще зачала, и родила сына, и сказала, теперь-то восхвалю Господа, посему нарекла ему имя Иуда, и перестала рожать». Значит, «теперь я восхвалю Господа, перестала рожать, и последним сыном здесь оказывается Иуда». А вот о судьбе Иуды в жизни Иосифа вы говорили очень подробно. Но с Иудой произойдут удивительнейшие вещи. Хорошо, но давайте пока вот эту часть семейной разборки оставим, собственно, как и священные авторы делают, потому что в 30-й главе переходит внимание на другую жену, на рахи. Какая конкуренция, конкуренция по полной программе. Когда вы потом увидите конкуренцию между братьями, поймите, пожалуйста, что это уже конкуренция по крайней мере во втором поколении. Я думаю, что даже не во втором, но здесь очевидно, что во втором. Там между мамами конкуренция была. Кто когда-нибудь видел картину, нет, не картину, которую художник изобразил, а картинку реальной жизни, две женщины на одной кухне. Ну, хотя бы мама или жена, и свекровь, допустим. Значит, смотрите, начинается здесь все с чего? Идет конкуренция, конкуренция между двумя женщинами. Конкуренция в данном случае, извините, пожалуйста, в Библии так написано, что же я могу сделать, за благосклонность мужчины. И в каком-то смысле и за Божие благословение. Потому что, в частности, Илья говорит, теперь я прославлю Бога. Так, Рахиль оказывается ни с чем. Смотрите на ее реакцию. Это дальше следующая семейная сцена, еще до появления братьев. Всех братьев, по крайней мере. 30-я глава, продолжаем читать. И не видела Рахиль, что она не рождает детей Иакову. И позавидовала Рахиль сестре своей. И сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю. Значит, вы можете просто прочитать это для себя, как будто никогда не читали. Вот впервые в жизни. Скажите, вот в этой ситуации, насколько логично такое требование Рахили к Иакову? Абсолютно нелогично. Совершенно, совершенно нелогично. Значит, смотрите, что получается. Она была красавицей, она, по крайней мере, более красивая, чем ее сестра. Она не может родить детей. Она подступает к мужу и говорит, дай мне детей, а то умираю. Если она говорит, дай, дай, дай рожай. Потому что я почему-то не получаю, не сумею. Типа того. Типа того. Понятно, что Иаков разгневался, да? Иаков разгневался на Архиль и сказал ей, разве я бог, который не дал тебе плода чрева? То есть, собственно говоря, он ей говорит, виновата ты. Потом братья, какое-то уже, став взрослыми, они какое-то время будут искать виноватого. И виноватый в их проблемах найдется. И этого виноватого, любимчика, можно будет отослать подальше, в Египет. Штука-то в том, что когда отослали виноватого, проблем стало еще больше. А помните, что будет потом с распятием Иисуса Христа? Казалось, что вот сейчас от него избавиться, и все будет нормально в Израиле. Но и в Израиле начались потом большие проблемы, начались гонения, Иерусалим был разрушен. И с христианским учением, с христианской проповедью ничего сделать так и не удалось. Потому что именно христианская проповедь, христианская Евангелие со временем подчинила себе весь мир. Они пытаются избавиться, братья пытаются избавиться от Иосифа, такого любимчика, но в конце концов приходят к нему. Но это еще потом, пока Рахиль решает проблему. Вот служанка моя Вала, пойди к ней, пусть она родит на колени мои, чтобы и я имела детей от нее. Скажите, у кого училась Рахиль? Кто из библейских героинь, в общем-то, похожую вещь уже делал? Жена Авраама. Которая Рахили приходится по Иакову, она приходится ему через Иакову, приходится ему родственницей, в родство по мужу. Вот, жена Авраама это уже делала. Что из этого получилось, когда жена Авраама это уже сделала? Что-нибудь хорошее получилось? Ничего хорошего. Что же Рахиль-то не научилась, такая умная? Ну, простите, вот не научилась. А что мы не всегда учимся? Значит, ничего хорошего не было. Ладно, он послушался, тоже не научился. И дала она Валу, служанку свою, в жены ему. И вошел к ней Иаков. Причем тогда, вы помните, что это было, в общем-то, считалось нормальным для продолжения рода. Вала разочела и родила Иакову сына. И сказал Рахиль, судил мне Бог и услышал голос мой и дал мне сына. Посему нарекла ему имя Дан. Потом, соответственно, можно, кстати говоря, изучить имена всех этих сыновей. Просто сейчас это некогда немножко делать. И еще зачала и родила Валу, служанка Рахилина, другого сына Иакову. И сказал Рахиль, борьбою и сильную боролась я с сестрою моею, теперь внимательно, и превозмогла. Слушайте, если кто-то когда-то думает, что конкуренция – это только особенность сегодняшнего бизнеса, друзья мои, почитайте Библию. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com То есть они соревнуются за то, чтобы рожать детей. Но за Рахиль выступает другая, звонок другу такой своеобразный. И, значит, соответственно, не фалим. Дальше. Лия увидела, что перестала рождать. И дело то же самое. Послушайте. Каких отношений между братьями можно было после этого ожидать? Вообще удивительно, что они общаются вместе и поддерживают отношения. Но тут проблемы начинаются с самого начала. Что дальше? Дальше мы пропустим какое-то время. Сколько там времени? А где рождается Иосиф? Кто мне найдет это быстренько? Где, в какой момент рождается Иосиф? Потому что эта конкуренция идет долго. Девушки, не помните? Это 24 стих. Пожалуйста. Исполнил Бог Рахиль, и услышал ее Бог, и отверстия трогу ее. И она зачала и родила сына, и сказала, Снял Бог позор мой, и нарекла ему имя Иосиф, и сказал, Господь даст мне и другого сына. Кстати, дал Господь ей другого сына или нет? И когда, если дал? Дал, когда? Позже. Позже, когда? И как звали этого сына? Вениамин. Его звали Вениамин. Рахиль получила другого сына, Бог дал ей другого сына, Вениамина, вы правильно сказали, которого она рожала уже при смерти. Это был ее последний сын. Итак, пока у любимой жены Иосифа, у любимой жены Иакова, сколько сыновей? Или сколько у него сыновей от любимой жены? Два. Нет. Два ли имя, на которых она сама родила? Вот к рождению Иосифа. Иосиф родился. Иосиф родился. Пока только один. Пока только один. Все остальное – это Лия и две служанки. Потом появится Вениамин со временем. Так, великолепно. Значит, вроде бы высвечивается уже определенный такой расклад. Есть любимый сын, есть не очень любимые дети. Через какое-то время этот расклад подтверждается. 33-я глава. Иаков встречается со своим братом. Взглянул Иаков и увидел. И вот идет Исаф, брат его. И с ним 400 человек. Значит, вы можете себе представить, что фактически на Иакова нападает армия его брата. Он решил, что это армия. Оказалось, что это визит дружбы. А он думает, что армия. И разделил детей Лии, Рахили и двух служанок. И дальше такая конфигурация. «И поставил служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади». Значит, если будет удар, кто примет первым? Служанки и их дети. На досуге вы можете посмотреть, кто были эти дети и проследить их историю дальше, участие в истории Иосифа. А если служанки и дети падут смертью храбрых? Или не храбрых? То есть второй кордон. Это кто? Лии ее дети. У Иосифа все четко. Извините, у Иакова все четко. Демократии нет никакой. А если кто-то из нас думает, что они этого не замечали, ну, вряд ли мы так думаем, потому что такие вещи мы замечаем. Дальше. А третьим Рахиль и Иосиф. Рахиль и Иосиф. И любимый сын под защитой папы. Ну, послушайте, ну не читали они книжек по воспитанию детей и детей по поводу того, что вот не должно быть у вас любимчиков и так далее. Тут любимчики по полной программе. А едем дальше. А сам пошел пред ними и поклонился до земли семь раз, подходя к брату своему, показывая, что вот мир, да, мир и дружба. Дальше. И побежал Иосиф к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали, и плакали. И взглянул, и увидел жен и детей, и сказал, кто это у тебя? Иаков сказал, дети, которых Бог даровал рабу твоему. Ну, теперь смотрите опять порядок. Первыми. И подошли служанки, и дети их поклонились. Автор священного писания этот порядок нам указывает. Первыми подходят служанки. Ну, что называется, протаривают путь. А что там будет? Дальше. И подошла Лия, и дети ее поклонились. Обратите, пожалуйста, внимание, что в этой сцене ни один из братьев не назван по имени. И подошли Иосиф, и Рахиль, и поклонились. Обратите внимание на порядок имен. Чем последняя пара имен отличается от предыдущих? Первый Иосиф. Да. Раньше служанки идите их, Лия идите ее. И вдруг Иосиф и Рахиль поклонились. И сказал Иосиф, и для чего у тебя все это множество, которые и так далее. Вот вам отношение до того замечательного момента, когда выясняется, когда напрямую говорится о любви, о особой любви Иосифа. Иакова к Иосифу. Значит, вот где начинают складываться взаимоотношения. Дальше мы доходим до 37 главы, то, о чем вы говорили. Израиль любил Иосифа более всех своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. Вопрос отвлеченный. Он не включался в тему, которую я попросил разработать вас. Но, читая историю об Иосифе, подумайте и обратите, пожалуйста, внимание на то, как и когда, и сколько раз, и по какому случаю переодевается Иосиф. И вообще, вот эта тема одежды для библейского повествования, для ветхозаветного повествования очень важна. То, во что мы одеваемся, то, во что мы облачаемся, и почему мы так облачаемся. Помните, вспомните, пожалуйста, о дружбе между Давидом и Иоаннафаном. Давидом и Иоаннафаном, сыном Саула. Помните, что дарит Иоаннафан Давиду? Одежду. Значит, Иосиф получает от отца одежду разноцветную. То есть, отдельный большой вопрос. Потом неоднократно об этой одежде будет говорить, об разных одеждах будет говориться, о разных одеждах Иосифа. Каждая одежда будет связана с некоторым новым его положением. Скажите, пожалуйста, а где... Здесь одежда у нас аукнулась. А где идея об одежде откликнется, или о том, чтобы одеться, облечься во что-либо? Где эта идея откликнется в Новом Завете? Одежда белая. Что? Одежда белая. Одежда святых. Облекитесь в праведность Божию. Да, грязные одежды, с другой стороны. Вот одежда, как некое олицетворение, продолжение нашей внутренней сущности. Мы так одеваемся, потому что мы таковы внутри. Не наоборот. Не мы одеваемся, чтобы стать такими внутренними. А наша внутренняя сущность диктует то, во что мы будем облачаться. И увидели братья его, что отец их любит, его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Опять-таки, гораздо проще, это будет тем из вас, кто либо на себе испытал, либо у других видел, что такое братская ненависть. Потому что это отдельная песня, особенно мужская ненависть. Мужская братская ненависть. И дальше начинаются сны. А скажите, пожалуйста, вот Иаков услышал от Иосифа про это сновидение. Скажите, пожалуйста, а вот сны, сновидения, какое значение имели уже до этого в истории ветхозаветных святых? Сны, то, что во сне было сделано, или во сне было явлено. Но это потом. А вот для Иакова, для его родителей и так далее, сны как-то появлялись уже или нет? Но они вообще придавали божественную важность в жизни Иосифа. Да, а вот до этого они... Были ли до этого случаи, когда видели особые сны, сновидения? Или это уникально? Нет, двойственная... Так, найдите, пожалуйста, это место. Знаете, исследование Библии, толкование Библии действительно требует от нас серьезной работы. Иаков видел лестницу. Какое время, в какой момент? И, кстати говоря, этот момент будет очень-очень существенным. Очень существенным. 28 глава, друзья мои. И призвал Исаак Иакова и благословил его и заповедовал ему и сказал, не бери из себя жены из дочерей, это уже после того, как Иаков откровенно надул своего брата. Это уже после того, как Иаков получил благословение, получил его хитростью. Значит, он должен отправиться в путь. Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя. И да будет от тебя множество народов. Это обещание, да? И да даст тебе благословение Авраама, отца моего, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего, которую Бог дал Аврааму. Вот такое благословение. И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию, к Лавану, сыну. А почему он должен был уходить? Почему Иакову нужно было уходить? Жизни не было у них. Значит, братская ненависть Иаков помнил по себе. И вот этот момент. Шестой стих. Исаак увидел, что Исаак благословил Иакова и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда и заповедовал ему, сказав небережной из дочерей ханаанских, теперь что делает Иаков послужился отца и так далее. Что делает Исаак? И увидел Исаак, что дочери ханаанские не угодны Исааку, отцу его, и пошел Исаак к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Навайофову, сверх других жен своих. Исаак было сказано, пойди возьми еще одну жену. А жену из племени Измаила? Уж тем более нет. Значит так, Исаак получает, извините, Иака получает благословение, Исаак говорит, тебя благословили, а я тоже жену хочу. Смотри, какая штука. Значит, потом эта схема, эта система тоже еще появится, когда братья Иосифа, это когда Иосиф будет получать благословение даже в темнице, даже в заключении. А его братья скажут, а мы тоже жену хотим. История Иосифа Субтитры сделал DimaTorzok